Девушки отдыхают 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 Далтон третий Рафаэл Толой четвертый Ренон пятый Дзиога шестой Алекс Тейшера седьмой Алан Кардок номер девятый Джулиано капитан команды десятый Паула Энрики одиннадцатый Соуза номер семнадцатый Состав сборной Ганы Первый номер Агеи Второй номер Инком Четвертый Менса Пятый Адо Шестой Ади Кванса номер седьмой Восьмой Акиман Баду Девятый номер Айю Капитан команды Рабиу тринадцатый Оссеи восемнадцатый Аде номер двадцатый Но рядышком с Блатром Не только сейчас капитан Сборной Ганы Сын знаменитого Легендарного Абедипиле Ну и министр спорта Египта Селас ТТ Возглавляющий Гану Стремится к титулу Ну и Ружерио Тренер бразильской команды Тоже Совершенно конкретную задачу Перед своей командой Ставит Ну здесь действительно Вот эти две команды Победители кстати Соответственно Чемпионат Южной Америки Чемпионата Африки Ну выделяется они здесь Своей игрой Ну давайте послушаем Димный унистрант Потом Все-таки затронем вопрос Перспектив Команд Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действительно очень хорошая атмосфера Я думаю что Она Нужна просто Необходимо Этой встрече И еще расскажу о том Что встречаются Абсолютно лучшие команды Турнира О составах Мы уже с вами поговорили Ну и Просто о том Чтобы Засвидетельствовать Именно тот факт О чем я говорю Что эти команды Были абсолютно лучшими Ну наверное Об этом Краснорещиво говорит тот факт Что В своей группе Бразилия Оказалась на первом месте Правда Ничейка была с Чехией Но это такая Вы знаете Ничейка Которая на руку была обеим командам Во втором туре Они встречались между собой И ничья автоматически Вводила две команды дальше Вне зависимости от Последнего Матча И той и другой команды Что касается Гана Она также сыграла Один матч в ничью И тем не менее Также оказался Выше Уругвая Да Что касается Следующих этапов И здесь в общем Тоже проблем В принципе На мой взгляд Особых не было Хотя Хотя Надо признать Что Гана Несмотря на то Что Обыграла все свои команды Как-то она все-таки Немножко Подседала в концовках Постоянно Пусть Пусть она Изобила Решающий гол На 99-й минуте Южной Африки Тем не менее Как факт Еще раз скажу Что Ганцы Постоянно Ведя в счете И с корейцами И с венграми Потом с огромным трудом Удерживали Это преимущество Что касается Бразильцев Красивая Эффектная победа Над Урагуаем Тяжелая победа Над Германией Причем на 88-й минуте Еще сравнили Бразильцы Потом вырвали победу В дополнительное время Ну и скромная победа Над Коста-Рикой Но правда На классе Все было видно Так что Можно поговорить В принципе О шансах Но я думаю Что чуть позже Мы это сделаем Если вы позволите Потому что Например Мне больше Приходилось наблюдать За Бразилией И в какой-то степени Она меня не впечатлила С одной стороны А с другой стороны Я был абсолютно Поражен Как Бразилия Здорово Постоянно Всех соперников Додавливало Вот Слово класса В данном случае Мне кажется Очень даже Здорово Характеризует То Что мы видели Вот в игре Этой бразильской сборной Я выражал Некоторые сомнения По поводу Командной скорости Команд Вот именно Этой сборной Были такие у меня Замечания Но Посмотрим Учитывая Что здесь Все-таки Очень жарко И сейчас 28 градусов Наверное И не надо было Все скорости Демонстрировать Если и так Команда выиграла А вот Сейчас Когда Финал И ганцы Которые здесь Наверное Самые быстрые Были командой Ну Надо сказать Что Южноафриканцы Скоростной футбол Показывали И египтяне Тоже старались Но Класса Просто не хватало Организация Ну Посмотрим Как против Быстрой Ганны Будет Бразилия Действовать Может она И быстрее Будет Действовать Дуглас Правый Защитник Сборной На Бразилии Надо признать Что В обеих Командах Очень замечательные Крайние Защитники У бразильцев Дуглас Это Идиога Активно Подключатель Атака Малекста Ищери Тот самый Который Действует Под нападающим Под единственным Под кардеком И у него Карт-бланш В общем-то Где хочет Там и Играет Этот Молодой Человек Ну Надо сказать Что В матче с Костерикой В втором тайме Он сдулся Его были вынуждены Наставники Заменить Как-то он Стал В общем Превратился Из Художника В человек Который В общем-то Отсутствует На поле Ренан Этот Футболист Появился На замену В полуфинальном матче Играет Опорного Центрального Полузащитника Вот он Очень часто Помогает Тут у нас Получается Далтон Рафаэл Толой И Ренан Да Вот эта Тройка В центре Она Два центральных Защитника И Ренан Перед ними Как вы понимаете В тех ситуациях Когда Подключается К атакам Или Диог Или соответственно Дуглас Надо здесь Обязательно Очень внимательно Страховать Но Нет Крайних Полузащитников Футборной Бразилии Мы это уже Отмечали Здесь есть Линя Полузащитников Очень активная Жулиан Энрике Соуса Алекс Тершейра Тершейр Я уже говорил Он Как раз Скажем Вообще Играет Там Где ему Заблагорассудится Ну и Соответственно Кардак Впереди Кардак Впереди Ну и Вот я Еще расскажу О том Что Очень хорошие Замечательные Фуллбеки В сборной Ганы Крайние Защитники Тоже Тоже Прекрасные Просто Помогают Моменты Создавать И они Не просто Создают Эти моменты Результативные Передачи делают Давайте посмотрим За этим Эпизодом Пока Потом Вернемся Уже К сборной Ганы Подачи Внешне Стран Стопы Здорово Сделано Удар Правда Был Несколько Корявым Знаете Парашютик Такой Все Таки Пусть 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 Удар Состоялся Да Это Хорошо Это Далтон По-моему Да Передача Рафаэл Толуэ Была Замечательные Абсолютно Две команды Но Бразильцы В общем Как и Со всех Предыдущих Встречах С самого Начала Показывает Что они Здесь Хозяева Жулиано Алекс Нет 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 Может Спокойненько Относиться К этому Абсолютно Без Вариантов Тут Статистика Ведется Кстати Очень Хорошая Она Очень Важная Кто Результативный Передач Издел Помимо Того Что Забивают Уганцы Вообще Адье 8 Мечей Забило Фантастика Второй Форвард Оссе 4 Меча Забил То есть В этом Смысле Конечно Лидерство Адье Здесь Неоспоримо На первом Но Тем не менее Давайте Заметим Тот Факт Что Один Из Крайних Защитников НКОМ Сделал Три Голевые Передачи В матче Против Англии Кореи И Венгрии На другой На левом Фланге Дэвид Адзи Он Сделал Ещё Три Голевые Передачи Против Узбекистана Южной Африки И Давайте Посмотрим Ещё Этот Мамит Так Вот Как раз Вот Как раз Левый Тозащитник Сейчас Был В кадре Вашего Внимания Партиф Тэп Так Называется Команду Здесь Сделан Результативный Пытач Дэвид Адзи Или Эдзи Хотите На английский Монер Пусть Будет Эдзи Опять же Фамилия Гансов Здесь Мало Имеет Отношения К английскому Звуку Абсолютно Агеи Имком Минца Пишется Минцах И так Далее Агеманг Паду Да Например Осей Адзия Это Конечно Все Связано С местными Какими-то Племенами И так Далее Так Далее Фамилии Имеет Суровые Корни Так Что Вот Видите Фланговые Защитники Обеих Спорных Очень Даже Интересно Посмотрим Как тут Борьба Видите Оказывается Тилога Как раз В борьбе С инкомом Левый Защитник С правым Рядом Оказались Это Как раз Та Ситуация Когда Зато Вот Здесь Пожалуйста Соуза Слева Занимает Позицию Фактически Сейчас Потихонечку Диога Отойдет Назад Диога Вообще Очень Странновато Такое Имя Для Бразильского Скажем Так Португальского Языка И для Бразильского Вариата Португальского Языка В том Числе Есть Диега Это Испанское Имя А вот Это Потом Уже Производно Пошло Именно Такое Низко Странновато Да Это Не ошибка Это Португальский Вариант Скажем Так Имени Диепа Бразильцы Четыре раза Выигрывали Этот турнир Что касается Гана Она ни разу Не выигрывала Но Вы знаете Гана Выступая Четырежды Вот На подобном Соревновании Фантастические В общем-то Показатели Имела Она Вообще Даже Включая Полуфинал Она Дважды Раза В финале Играла Вот Она Вообще Никогда Не уступала Кроме Финалов Ни в основное Ни в дополнительное Время Дополнительное По-моему Еще уступала В основное Точно Нет В основное Не уступала Представляете То есть Команда Имеет Блестяще Абсолютно Статистику Выступлений На этих Турнирах Но Пока Чемпионат Еще не выиграл Отличат Бразилия Которая Четыре Раза Побеждала Аргентина 6 Но Ее Здесь Нет Она Не попала Турнир Что Бразиться В блестящей Возможность Приблизиться Но Давайте Посмотрим Как Тут Доблас Что Уйдет Он Относительно Диман Бадун Видите Все-таки В итоге Завалил Свою Соперника Вот Как Раз Из тех Не Заменюх Людей Как Раз Именно Агиман Баду Может Скажешь Не столь Он Заметен Созидание Тем Не Менее Вот Вратарь Агея Аду Агиман Баду И Соответственно Аде Вот Эти Ребята Сыграли Абсолютно Все Возможные Невозможные Минуты Хорош Момент И Толой Вроде бы Обередил Соперников Где-то Оказался Поверх Всех Абсолютно Игроков Белой Форме Но Мяч Предательски Скакнул Куда-то Чуть ниже Головы Его Невозможно Было Нести Туда Далтон Сейчас Конечно Примущество Бразильцев Очень Приличное Очень Приличное Вот так Вот потихонечку Бразильцы Практически В секты Дожимали Но Сегодня Они Просто Очень Активно Начали Жулиано Хороший Вынос И вновь Сейчас Далтон Должна Нет Жулиано Простите Естественно От флажка И вот Смотрите Обращаю Ваше Внимание Что Если Далтон При стандартах Помогать Своим Партнерам То Как раз Вот здесь Ренн Сзади Остается А сейчас Ренн Справа Пошел В атаку Взаимозаменяемость Просто Потрясающе Бразильцы Хорошая Передача Аликс Будет играть В обводку Это Его умение Колоссальное Запутал Сейчас Инкома Действительно Запутал Вроде бы Уже И скорость Потерял Аликса Тем не менее Вот смотрите Видите Как здорово Ушел Нарушение Правил Совершенно Четко Абсолютно Зафиксировал Главный Арбитр Кстати Это Деблеки Бюргитц Ему помогает Также Эрман На французский Манер Или Херманс На английский Манер И в Романс Еще Третья орбита Правил Прекер Здесь Во всех Ипостасях Уступал Но постоянно Была Четвертым Арбитром То есть Такой Действительно Супропотный Арбитр И конечно Мы надеемся Что он Здесь Обедни Не испортят Победит Только Футбол Здесь Судьи Будут В роли Настоящих Помощников И так Бразилия Атакует Ганцы Обороняются Опасно Опасно Любое Касание Здесь Могло Закончиться Несчастьем Для Вратаря Сборной Ганны Последний Вроде бы Там На дальней Штанке Был Энрике Но Ему Не хватило Слов Что Чего Не хватило Ну Можно Сказать Что Мяч Пролетев Над головой Адо Нырнут Резко Вниз И поэтому Не успел Энрике Может быть Может быть Так оно И есть Любопытно Со второго По Шестой Номера У Ганны Это Защитники Седьмого По Тринадцатый Это Полузащитники С восемнадцать Двадцатого Нападающего Прям Знаете Красочища Уложения Вы не Игры Пасе Ну Все Здорово Там Было Сделано Это Искусственное Положение Вне Игры Симпатичный Галкипер В сборной Бразилии Высоченный Рафаэл Еще Действительно Год Назад Был Где-то 188 Еще Вырос На Пару Сантиметров Но По разным Данным 190 191 Такой Симпатичный Интервью Он дал Сайту FIFA Ком Ну На вопрос О том Почему Он стал Вратарем Он сказал Что Вы знаете Мама Когда мне было 4 года Она Кричала о том Что Я все время Бегал По дому И Она Говорит Я кричал Все время Я хочу Стать Таффарел Но Все Понятно Потому Что Мы Почти Пять К тому Маменту Исполнилось Почти Пять Финал 94 Года Нет Все Это Это Конечно 80 Года Финал Чемпионата Мира Помните Таффарел Как Там Играл Тем Не Жули Сезар И Бомес Это Вот Его Любимые Вратари Они Как вы понимаете Действующие Вратари Два Бразицы Голкипера Один В Интере Играют Другой Сейчас В Англии Хороший удар Удар Правда По центру Ну Надо признать Что Пропустить За 6 Матчей 3 Голые Это Хорошее Настяжение Три Мяча Те Жиганцы Блистательно Играющие В атаке Они Пропустили 8 Мячей В этом Конечно Есть Определенная Проблема Для Сборной Ляны Посмотрим Посмотрим Даглас Ну По-английски Даглас Даглас По Португальски Смотрим Ну Дача Даже По-празильски Вариант Опять На Используем Что Есть Различие Произношения Даглас 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 Назад Синвики Чуть Чуть-чуть Не успел Волнуется Своя Многие Чуть-чуть Это Возможность Пробиться В большой Свет Выбиться В свет Что называется Поэтому Получают Они образование Дома А потом Как можно Быстрее Отправляются Обзапасиваются Представители Катарских Клубов Аспиры Алисаад Испанского Мадридского Реала Дэни Лапару Ну Он вообще Спарень Молодой Совсем Уж Молодой 18 Октября Ему Исполняется Только 19 Лет Так Что Танцы Действительно Очень талантливые Ребята Что И Говорит Выразиться С мячом Тейшер Видите Как глубоко Отошел На свою половину Даже вернулся Жулиан Соуза Реннон Слева Теперь Здорово Взаимозаменяемость Замечательно Кстати Реннон Стремился Вперед Вот так Вот центральный Опорник Главный Волнорез Потихонечку Сейчас уже Возвращается Все 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 Назад Вот он С мячом Да Кружева Пытается Плести Бразильцы И еще Расскажу Что вот Именно так Неспешно Часто Они все И делали Много Передач Пусть и Поперечных Но в итоге Они своего Добивались Классно Классно Были Пусть и Пусть и Пусть и Пусть и и отправлять мяч на второй этаж что Солнце собирается пробить так он и делает, не получается вот так впрочем, рост Даниэла Агея Агея 186 сантиметров вполне приличный для мальчика 20-летнего а тем более ганса конечно, команда здесь сегодня высокий игрок как раз Мохаммит Рапьё 189 сантиметров ну, у грозильцев игроков 185 и выше предостаточно чуть ли их на 5-6 человек во главе с вратарем официально у него здесь заявлено 191 сантиметр 188 у Алан Акварда но он выделяется, да, вот здесь чуть на дальнем плане а с мой лист Ганса? может быть и так неплохо ну и есть возможность Уинтон показать свою скорость нет, это он делал передачу это традиционно может быть не столь удобная позиция сейчас была тем не менее надеется он, естественно на Ю, на Сей, на Аде да, немножко все-таки жирковато да, казалось бы север Египта в это время можно было предположить что чуть-чуть будет прохладнее по крайней мере вечером ну вот никак не получается всем матч который комментировал традиционно 26-29 градусов все время вот такие были цифры это, конечно тяжеловато а сегодня аж 30 представляете сухо, правда действительно совсем сухо влажность 38% но отрицательное это конечно тяжело знаете желовато тем более турнир-то заканчивается я еще раз скажу ту мысль которую я выставил поэтому бразильцы и не стремились какие-то невероятные суперскорости показывать они ритм определенно держали и его многие команды соперники не удерживали открывание постоянно у всех взаимозменяемость блестящее кто где начнет там то справа то слева атаковать или в центре кто возьмет за инициативу очень предположить сложно да 4 мяча забил Кардек 3 мяча забил Тейшейра но извините еще и забивали и Жулиану и Энрике забивал Дуглас Коста 2 мяча на счету Майкона который забил как раз их сборной Германии выйдя на замену представляете еще забивали также и Буркита и Сиру так что у бразильцев действительно трудно вообще предположить кто же возьмет инициативу в конкретной ситуации а что касается ганцев они забили очень много они забили 16 мячей в 6 матчах но забивали только 5 человек вот так ну и вдвоем форвардов и один забили 12 мячей хорошая подача хорошая подача тяжеловато это и шерип если бы он все таки сумел чуть-чуть отвалиться что называется сразу почувствовал по эту ситуацию ждал действительно чистой передачи а так конечно здесь чуть чего не хватало его прыжка уже понял что мяч перелетает через него сделал все абсолютно верно хорошая атака бразильцев а главное как у нас получилось что инрики и соответственно алекс в итоге то и инрики свободы передачи делал и алекс был один раскатывать скажем так бразильцы потихонечку ганскую оборону диога подальше вроде вот карты здесь поборолоса хорошим самол сейчас он понижен но видно что очень прыгучий алекс отдай мяч алекс ну вот арбитр правильно обратил внимание лес лес наружен сам алекс в итоге мяч потерял давайте посмотрим что ганцев контратаки придумают скорость еще раз скорость ади осей ну и что это у нас ади очень здорово получается у нее передача в центр штрафной такое ощущение что зацупил кусочек газона там чуть не вырвал так это алекс кардек пытается открыться вот он с мячом стартовой скорости все-таки чуть не хватает мне кажется кардеку может быть для такого роста это и странно очень пластичный такой знаете прыгучий парень технично скорости стартов не хватает хорошо позицию выбирает налево прострел хорош был сейчас этот замысел и посмотрите как начинают использовать своих как раз именно крайних защитников ганцы очень уверенно ну кстати вот инкому задавался вопрос внутри по поводу того что при подключении крайних защитников ганцы возникают должны проблемы в обороне они возникают кстати ну по мнению игрока главный тренер стрелост ттс знает что делает и поэтому там обязательно кто-то из полузащитников должен закрывать эти края при необходимости ой-ой-ой-ой не получился в рабе удар но надо признать что рафаэл здесь конечно сыграл крайне неудачно мяч опустился за его руками посмотрите да просто от такого подарка может быть просто обалдел рабио и пробить то он не пробил он в спину толкнул мяч в общем своему игроку Асея так бывает счастье неожиданно привалило напоминаю фактически через неделю начинается у нас чемпионат мира среди 17-летних футболистов он пройдет в Нигере то есть тоже будет жарко и в прямом и в переносном смысле ну все таки опять же Бразилия Гана Нигерия стран команды любые клубные сборные привыкли играть в условиях которые в России бы назвали просто невероятно критическими с точки зрения здоровья игроков ну а вспоминая скажем какой-нибудь кубок Африки который например проходит в Египте или там в тех краях приезжает из Центральной Африки команды они люди не просто в подштанниках они еще и в перчатках все время играют так холодно им когда температура опускается ниже 20 градусов например впрочем кто на юге Африки бывал вот мне доводилось там бывать в Анголе в Мазанбеге ну ЮАР еще прохладнее в общем все понимают что зимой особенно утречком погода бывает в общем даже прохладная в первую очередь в Южной Африке Кубок конфедерации продемонстрировал что достаточно холодно бывает то есть хоть это и Южная Африка но зимой то бишь нашим летом там не все так уж просто с точки зрения погоды Адзи Адзи Их, в общем-то, габариты небольшие, они не помешают удержать мяч. Подталкивали ганцы? Может быть, а может быть и нет. Сложно сказать. Последние минуты не то чтобы инициатива у Ганы, просто мы не видим Бразилию в атакующей игре. Вот в чем дело, в первую очередь. До удара в торжествор ворот Рафаэла пока дело не дошло, но тот эпизод очень неприятный. Давайте все-таки его отметим. Когда Рафаэл не добрался до мяча, но оказавшийся как раз у мяча рабил, пробил спину собственному игроку. Хорошо, это рука. Мне показалось, что это рука, и можно желтую карточку показывать сейчас Алексу Тейшери, потому что преднамеренно совершенно он правильно-правильно-правильно. Деблэкери очень опытный арбитр и не спорит абсолютно Алексу Тейшери, потому что... Но когда футболист бежит, бежит за мячом, так руки высоко, он не выбрасывает по волейболу. Посмотрите. Замечательно просто, да? Ну, как боже, еще одна была бы сейчас, если бы не увидел бы сейчас арбитр этой встречи. А это уже девушки всякие. Не девушки там выходят, судя по всему, готовятся к награждению. Не знаю, кто там. А может быть, это те, кто будет представлять странные участницы. А может быть, это те, кто ребята, которые только что сыграли матч за бронзу. Вполне возможно, у тебя сейчас как раз и прав на дальнем фланге. И на дальнем плане это кто-то из тех, кто сыграл. Но по... Могу предположить, что это, скажем, венгры. Молодцы. Костарика тоже замечательно билась. И, наверное, она даже больше заслужила. Но тут футболе заслужил, не заслужил. Момент был очень непростой. Это означался пенальти. Ну, японский орбитр посчитал, что нарушались правила. Итак, ганцы с мячом. В центре поля мяч. И бразильцы сейчас не... По-моему, не спешат и ганцы тоже. Инком в центр. Вот смотрите. В общем, бразильцы пытаются не дать фланговым игрокам разбежаться тут. Поэтому приходится чуть ли не со своей половины отправлять к мячу нападающим. Да, и здесь борьба. Минсан. Это мой партнер, не передача на Инкома. Аю. Отмещается в центр. Может быть, не очень быстро, но очень техничный. С головой дружит парень. Двадцать девятая минута. Ади обыграл или не обыграл Джулиан? Один раз обыграл. Второй раз обыграл. Любопытно. Идет в штрафную. Цепляет его бразильцы в итоге. Своеобразная коробочка там приключилась. Молодец. Ади просто молодец. Смотрите. Толкнул его доблый с рукой. Решил он Джулиану помочь. Заняться своим непосредственно оппонентом. Вот. Вот Джулиан чуть-чуть родновато так пошел. Ого. Получает желтый корчу Дуглас. Вот так вот. Тоже для португальского языка сочетание очень странное. Дуглас. Ну, в Бразилии есть определенное, скажем так, влияние итальянского, немецкого языка. Ну, вот так определенные волны были иммиграции. То есть, второй мировой войны. И это мне с итальянскими фамилиями достаточно игроков. Не только в футболе. И особенно с немецкими фамилиями. Да, неприятности у нас тут в бразильцах. Хочется верить, что не все столь страшно. Кардах у нас лежит. Ну, знаете, что-то я, честно говоря, не помню, что там произошло. Именно с Кардаком. Был рикошет, да. Это я видел. Что вот, посмотрите, рикошет такой. Ногдаун случился. Ну, если верится, это у ФИРФА. В финалах чемпионатов мира Ганна Бразилия встречали 4 раза. Ну, это касается вот именно молодежных и юношеских турниров. В 93-й год. Чемпионат мира среди 90-летних. 2-1 поигрывает Бразилия. Два года спустя уже африканцы взяли верх. В финале чемпионата мира среди 70-летних футболеров. 3-2. В 97-й год. Опять Бразилия. Когда 2-1 при помощи того же Роналдини выбрали Бразилия. Ну, три раза, да. Вот это четвертый раз. Четвертый раз встречаются они в финале. Но, надо признать, что гигантцы пока не побеждали в этой возрастной категории. И, знаете, по-моему, африканцы вообще в этой возрастной категории никогда в жизни не выигрывали. В отличие от 17-летних футболистов, вы помните. Последний чемпионат выиграла Нигерия и выиграла в финале у Испании. Как пример. Ну, и Ган тоже выиграла. Хорошо, хорошо. Еще бы поточнее, а? Вот эти быстрые передачи и... Бразильцы сейчас бы... В общем, помучились бы. Помучились. Сейчас абсолютно равная игра. Абсолютно равная. Не очень интересно, наверное, признать. Абрике. Наживляем. Назад. Сауза. Видите, сколько здесь? Центр полузащиты. А Диога ждут здесь, чтобы он весь фланг занимал. Хорошо. Сможет карты здесь... Карты хорошо закрывают. А что дальше? Атель Редмаш партнеру. Теряет Абрике. Все-таки он затолкал, на мой взгляд, к Фуанцу. Ну, а здесь, в общем, в центре поля ничего особенного серьезного не происходит, да? Ждем, ждем, ждем взрыва эмоций. Думаю, что все-таки это случится. Если одна из двух команд забьет мяч, это неизбежно. А пока вот спокойненько, спокойненько команда пытается как можно меньше ошибок допускать. Но не всегда это получается. Мелкий фол на располнении как раз именно левого защитника сборной дамы. Ну, пошел на мяч, и тем более рядышком тут Алекс с Алексом надо всегда быть настороже. Лучше уронить его пару раз лишних. Ждем направо Реннану. Вот это опорный защитник. И смотрите, обращаю ваше внимание, как только Дуглас идет вперед, вот сейчас он, вот, Реннан занимает, в этот момент занял позицию. Другое дело, что он сейчас тоже сместился в центр. Там, значит, кто-то еще из защитников поработает. Удар хорош. За ним еще чуть-чуть Агеев, хотя, в общем-то, повода не было вроде бы для этого. Вот так вот получается, что вот в этой ситуации три защитника бразильцы играют совершенно конкретно. Можно сказать, что вот три защитника, пять полузащитников, игрок под нападающим, да, и чисто нападающий кардер. Можно и так сказать, да. А можно сказать по-другому. Можно сказать, что четыре защитника, перед ними опорник, трио центральный, да. Но то, что очень быстро все это происходит, как только устремляется Дуглас вперед, мгновенно Реннан превращается запорным полузащитника в защитника, это легко. Особенно если из левого фланга Диога тоже там устремляется, катастрофически в хорошем смысле расширяется фронт атаки, просто невероятно, да. С одного фланга на другой, но после начала матча, в общем, Данцет, по-моему, сейчас уже все нормально справляется и с Дугласом, и в первую очередь с Диогой. Диога это, в общем, давно уже не виден. Хорошо, хорошо. Что, что, что? Не было пенальти, конечно. Ну, а что, Инком? Немножко заигрался. С кем, с кем сейчас надо сыграть? С кем? Обыграться. Ну, это самый худший вариант, тем не менее. Рекс. Это желтое. 100% желтое получаете. Ой-ой-ой-ой-ой. Это безобразие. Абсолютно несправедливое решение, потому что не выскакивал один на один АДО. Безобразие. Безобразие не выскакивал АДО один на один. Все дело в том, что там был еще один защитник. Я уверен, что мы с вами это увидим. Нет, желтая карточка 100%, но красная. Какое отношение она имеет к этому эпизоду? Ну, что ж такое, а? Ну, да ладно, посмотрите. Нет, такой повтор нам не продемонстрируешь, что там еще был один защитник. Вот он, вот он, вот этот защитник. Вот он, защитник этот. Это не фол последней надежды, никоему образом. Вот он. Агиман Баду здесь. Честно говоря, я не представляю. Ну, что ж такое, а? Начинается это совершенно другая история теперь. Где же понятие фол последней надежды? Ну, какое отношение это к фолу последней надежды? Вот видите, там последний защитник. Ну, в этой ситуации в роли последнего оказался Агиман Баду. Да, неужели вот финал будет испорчен? На мой взгляд, упростят меня арбитры, которые могут посмотреть, в том, что еще он бездарным решением Деплякина. Абсолютно бездарным. Невероятно глупо. Никакого отношения к фолу последней надежды это действие не имело. Я не представляю, что... И никакой мысли у меня даже Паттайона нет о том, что Деплякири пытается бразильцам помочь. Нет, он вроде бы следует... Бук и правил, закону. Но еще раз говорю... Алиц еще бы вообще не успел к этому мячу. Он уже прокинул вперед. Там Агиман Баду на всей скорости мчался к нему. Ну да, можно придумать, конечно, какие-то невероятно новые технологии, что касается, там, скажем так, засчитать голову или отменить его после просмотра. Мяч пересекает полностью линию или нет. На мой взгляд, это, конечно, если есть такие технологические возможности, технические, да, чипы специальные в мяч, да, правда, пока как бы это не все оправдывается, встраивается. Но дело не в этом, дело в другом. А вот в такой ситуации, что идти отправляться к главному арбитру и в роли дурака себя представлять, нет, конечно, он все кое-нибудь пойдет. Он принял это решение, и он находился рядом с эпизодом. Еще он не обратил внимания на, как раз именно Агиман на Баду, что тот ближе к Айс этой шейры был к воротам. И легко, в общем-то, он не то, что накрывал, но, по крайней мере, он бы точно вступил в борьбу с Аликсом. А теперь вот Кардек бьет. С этим делом у него никакой проблем не было. Может быть, даже он чуть-чуть спешит. Но, опять же, идти, скажем, в обводку ему гораздо сложнее, чем вот как раз играть в касание, на опережение. Замена бразильцев Вильтон Джуниор вместо Дугласа. Но один правый защитник другого меняет. Вильтон играл в полуфинале. Я еще расскажу, что и с другого края вместо Диога тоже может выйти пертуча легко. Да, испорчено. Я вот чуть-чуть как бы со временем отойду от этого эпизода, но немножко мне графноватно, что. Это финал. Пусть он неспешно, да, проходил, но все было по-честному. А тут вот такая история. Я не согласен. Не знаю, как вы, я категорически не согласен. Знаете, как еще бывает? Вот в порыве страсти защитник мог нанести травму, да, или попытаться нанести травму сопернику. Даже этого не было. Даже намека на это не было. Но вот видите, что-то там все-таки со здоровьем, судя по всему, Дугласа расстроит. Ну, такое ощущение, что все-таки кидал-то пулю он совершенно в нормальном состоянии. Может быть, расстроен решением тренера. Может быть. Может быть. Ну, вот Вентон принял участие в трех матчах, а, соответственно, Дуглас в четырех. Так что выбор очень хороший, еще раз скажу. На станке сборной Бразилии очень хороший выбор. А у Гантов сейчас особого выбора никакого-то и нет. Да. Ну, что любопытно. Вот Адо изгнан с поля, да, игрок ключевой в обороне. А, в общем, взамен пока-то мы не видим, да. Просто перестройка какая-то произошла. Кадровая здесь, как вы понимаете. Это там заняло место этого центрального защитника. Обидно. Ганцы с мячом. Ну, выскочил Баликс один на один. Я понимаю. Ну, не только так. Диога. Ну, такое ощущение, что и Бразилии могли привыкнуть несколько к этой ситуации, а время так уже категорически бежит к концу первого тайма. А посему, я думаю, что маловато времени, чтобы перестроиться не сейчас до перерыва. Какие-то, конечно, подсказки страны оружия были. Вот замена уже сделана. Я уверен, что она сделана с тем, чтобы справа фланга Вильямка еще активнее действовал. Ну, и не только, наверное, в атаке. Там слева фланга просто были определенные проблемы. Небольшие у Бразилии совсем небольшие, но были. Теперь любой фол и... Вот здесь-то куда более жуткая, да, была и ситуация. Желтую надо было 100% показывать. Ну, теперь для Блэкера отыгрывать будет назад. Бразильцев две желтые карточки, но они не стоят одной даже красной. Короче, передача на Диога. Чуть-чуть бы паричных было сделано, тогда бы он разбежался. А так он, знаете, как на Таймиовке, как ходит, он отрабатывается. Прострелы такие-нибудь. Ихселенцой такой. Роман налево, еще налево дальше отправляет Эмрики мяч. Диога. Срубился с его фланца. Издевательский так. Диога против него играл. Кванца решил сразу поставить на место бразильца. Жарко даже Гансу. Смотрите. Красиво, технично, получи. Живляна играет с Диогой. Диога вперед на Алекса. Алекса на мяча не добрался. Ну и минуты добавляет главный арбитр встречи из Генки до Блекера. Можно сказать, что в этой ситуации бразильцы пока никак абсурдция не проявляют. Имеют плюс один на поле не табло, а в плане игроков количество. Но это, конечно, пока. Умеют вразисты дожимать. Умеют. Но, вероятно, здорово это делали. Прикладывая столько усилий, сколько необходимо для конкретного, для достижения конкретного результата. Диога. Вот опять очень получается широкая атака. Видите, где Диога. Сейчас сместился, правда, чуть-чуть в центр. Ну, давай направо, переводи. Сколько можно ждать-то, Харбов? Сделать передачу направо. Наконец-то. Поздновато. Ну, смотрим. Веллентон Джуниор играл с Алексом. Алекс Тейшера. Поздновато. Все с опозданием делается пока в бразильце. В эти минуты. Пошла 47-я минута. Заканчивается компенсированное время первой половины финального матча чемпионата мира среди молодежных сборных. В возраст игроков до 20 лет сборная играя в десятером, пока особого давления со стороны Бразилии не испытывает. На 37-й минуте был удален АТО. Ну, судя по всему, Дефол последней надежде, иначе просто не было бы красной карточки подъявлено. Ну, я советую, абсолютно не согласен. АТИ. Реннон. Реннон. Делал пылачок в центр на Саузе. В это время звучит свисток. Да Блекери, конечно, намудрил. И, посему, вот в тот момент, когда надо было показывать желтую карточку Робио, он как раз ее не показал. Ну, что ж, сборная Ганны не то чтобы успешно отбивается, пока отбиваться отбразицы это не очень приходилось до этого момента. Все-таки 37-я минута стала роковой для Ганны. Удаление произошло. И за те 8-9 минут, которые прошли после этого эпизода, две минуты компенсированного времени было добавлено. В общем, бразильцы не смогли как следует разобраться в ситуации. Что-то будет сейчас. Реннон, только что вы видели, молился своему богу в надежде, что он поможет. Но здесь надо все-таки на свое мастерство, в первую очередь, уповать. Потому что у бразильцев этого мастерства предостаточно. Надо правильного просто использовать за вадь. Но любопытно, все-таки сделал наставник сборной Ганны Селост-ТТ какие-то изменения произвел в составе. Это исходя из того, что покинул поле не по своей, естественно, воле, а до. Сложно сказать, в Рыбат оборонялись неплохо Ганнцы. Концовки первой ганны. Деблики дают стартовый свисток на второй тайм. Это финал чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет. И сборная Ганны начинает вторую половину в десятером. Прочем, как и заканчивала первую. Давайте о составах. Сборная Ганна. Окея первая в новоротах. Инком второй. Менса четвертый. Адо покинул уже поле. Играл под пятым номером. Ади шестой. Кванца седьмой. Акимант Баду номер восемь. Аю капитан команды. Десятый номер. Рабью. Номер тринадцатый. Осея номер восемнадцатый. Ади номер двадцатый. Селостете или Тетех. То есть очень сложно с этой английской буквой H. Произносится она в афганской фамилии. После гласных на конце сложно сказать. Алекс хорош. Вошел в тропную. Чуть назад надо было передачу на Сауза. Мяч все-таки параллельно воротом катился. И отбил его сейчас Менса. Рафаэл в воротах сборной Бразилии у нас. Первый номер. Под пятнадцатым номером сейчас уже играет у нас Велитон Джуниор. Который заменил Дугласа. Игравшего под вторым номером. Игра рукой. Далта номер третий. Рафаэл Талой четвертый. Реннон пятый. Диога шестой. Алекс Тейшейра номер семь. Желтой карточку слопатал, кстати. Кардак номер девятый. Жулиану номер десятый. Капитан команды. Энрике номер одиннадцатый. Соусы номер семнадцатый. Ну и, кстати, еще одна желтая карточка. Она, кстати, была предъявлена Дугласу. Он уже вне игры. Ружерин остальных сборной Бразилии. Главные орбиты, напомню, Блекери. Херман или Эрман. Помогает ему бельгийц. Еще один бельгийц в Робус. И пробить уж. Он долго готовится. И совершенно бездарную передачу делает сейчас Адзи. Совершенно бездарную. Настолько сосредоточился. И так и не понял, что он сделал в итоге. Не папа это, что из изганцев не так-то и мало. Отлично. Адзи. Вот, видите, может было сейчас попроще все-таки. Просто этого соперника прихватить. Неужели, когда вас больше на одного игрока на поле сложно разобрать игроков? Иногда будет сложно. Кажется, что вот партнер этим займется сейчас. А моя задача, типа, на фланге создавать большинство. Численные, качественные. Диода. Молчочек был. Но справился Энрике. Еще одного обыграл. На четвертом номере спадка носа. Меноса. Правда, мяч за пределы поля не выбил. Но в Бразилисе мы владели. Сейчас будет преимущество владения мячом. Просто катастрофическим. Ну, что он отдаст? Пока ничего. Смотрит, как ошибается. Бразилиц подхватил мяч как раз Адзи, но его и потерял. После Адзи два нападающих. Но, судя по всему, Адзи чуть ближе теперь играет, конечно, к середине поля. Два форума команды в десятером. Вот здесь не должно быть преимущество в Бразилице на линии штрафной. Или на подступах как минимум. Адзи. Вот здесь теперь двадцатка Адзи. Это человек гол. Иначе его не завершить. Шесть матчей, восемь голов. И тем не менее, глубже он приходит играть. Неплохо. Это попытка сделать передачу на Адзи. Похоже, что так. Ну, да, все-таки-то не похоже было. Вадь, Лисину, Ганс. Аф, Дестерон. Молодец, Кванцев. Открывался он неплохо под передачу партнера. И задумал, вот, сделать такой пас на ход. Своему форварду, очень быстроногому. Маленькие ребята, нападающие в ОСЕ 168. Адзи 170. Но настолько скоростные, настолько забивные. Надо очень осторожно. Очень внимательно по отношению к ним быть. Другое дело, что Адзи сейчас приходится за себя и за того парня работать. Тут уже никуда не денешься. Но полностью садиться в оборону. Вот так получается сейчас. Наверное, нет смысла. Вернулся в центральный круг сейчас. ОСЕ. И разница здесь. Неплохо разыгрывает комбинацию. Диога, подача, удар. Куда мяч попадает? Уже тут вряд ли разберешься. В итоге Баду сейчас, выбивая мяч, попадает в Менса. И все, все обошлось. Мяч взмыл воздух, но над перекладиной в итоге он пролетел. Посмотрите. Ой-ой-ой. Дважды там. То ли в первом случае в руку он в мяч попал, то ли не попал. Повтор не очень точен в этой ситуации. Но, конечно, пенальти назначать было нельзя. Мы видели, что защитник все делал возможность, чтобы как раз рукой не играть. Молодец Менса. Сейчас он здесь цементирует оборону, лишь бы не пожарили его партнеры. Картек неприлично, конечно, пытался орбитрубить в том, что не коленом сыграл сейчас Менса, а рукой. Что ж. Вот так неспешные бразницы периодически создают моменты не в этом матче конкретно, а вообще вот на турнире в итоге додавливает соперника. Смотрим, что будет сейчас. Мои теперь уже симпатии на старение Ганы. Несправедливо удалились, на мой взгляд, защитника от ДО. Желтый максимум, на что мог рассчитывать этот защитник-оборонец. Ну, что делать? Валентон Джуниор сыграл правильно, тоже нарушал правила Адзиев. Действительно Валентон. Опередил его в борьбе за этот мяч конкретно. Действительно, чуть быстрее он оказался соперником, а тот и нарушал правила. Мелкие фолы, здесь их очень много. Ничего там странного нет. Это, естественно, тот факт, что этих фолов больше у сборной Гана тоже теперь никого, как вы понимаете, не удивляет. Ну, а как тут быть, если ты в десятером играешь? Диога. Жаркий. По-прежнему жаркий. Поэтому, может быть, здесь какое-то спасение для Ганы есть. Все-таки в 30 градусах жары, тепла, да, это жара. Скорости максимально показывать очень-очень непросто. Хотя, имея преимущество у одного человека, обратиться даже просто при помощи своей техники и комбинационной игры. Вот, пожалуйста. Ничего-ничего страшного. Алис был чуть-чуть в положении вне игры. Вот, при помощи таких, вроде бы, очень простых, но очень конкретных, да, конечно, чуть-чуть, он уже вот это намек на то, как можно разорвать оборону сборной Ганы, который и играет в полном составе в предыдущих матчах во многих, во второй половине давала сбоя. А что говорить уже о том, как мы сможем, как она сможет сейчас выдержать давление, которое, знаете, оно потихонечку нарастает, нарастает. Не исключаю, что Майкон появится у бразильцев на поле, да, чтобы все-таки вот здесь, не обязательно, чтобы сдвоенный центр был, но чтобы все-таки кулак-то впереди. Действительно, более серьезным, ни одного форварда, все-таки Тейшера, согласитесь, который играет то там, то ся, все-таки это не чистый форвард, да, вот в этой ситуации, когда у бразильцев больше, можно уже и усиление в лице чистого форварда, это более удачливое. Хорош, Диога, молодец, Диога, подача, Тейшера прыгает, не добирается до мяча, да, с левого фланга бразильцы. Достаточно легко проникают сейчас уже, уже в пределы штрафной, уже в пределы штрафной, это плохо, это плохо. Для карцев, естественно. Молодец, Реннон, здорово сейчас играет на опережение. Он выделяется не только своей прической, длинноволосый парень, ну, действительно, очень любопытную позицию занимает, опять же, еще раз говорю, фактически единственный опорник в сборной Бразилии, вот он сейчас в кадре вашего внимания был. Но его роль отнюдь не ограничивается тем, что он помогает своим защитникам, какие-то бреши закрывает, когда убегают фланговые игроки вперед. Нарушение правил увидел помощник лома арбитра, кто это, Эрман или Громан, сказать сложно. Ну, в общем, тут оба старались, как следует, ну, арбитр увидел решение со стороны именно Ганса Кенрике. Тут подошли мнения, много, много, много игроков здесь опасно, очень опасно. Алекс не идет в штрафную, это не его хлеб. Борьба на втором этаже. Будет передача Веллингтона Жуниора. Да, и так и голову снесет, а. Ну, явно несогласованность у Минца и Агеи. Можно свистнуть. Встал уже защитник. Попытка контратаку организовать, мяч остается в игре. Адея. Ну, Далкин, конечно, мог бы еще проще сыграть в этой ситуации. Ну, это что, сможет все-таки карта ускориться? Нет. Больше это не его. Вроде показал, что пошел по флангу, но резко остановился. Был мяч под себя и все заново. Солнце налево. Диого. Аджулиано переместился, да? Капитан команды, хорошая передача. Алекс еще дальше. Подкат выполнен очень неплохо. Бразильцы наседают. Бразильцы наседают. Адрики. Подача. Едва не добрался сейчас карты до мяча. В чем сопротивление-то уже никакого не было. Удар Диого издалека. Удар Диого издалека. Он все делает. Но очень точно и качественно. Переварить надо. Да. Смотрим. Диого. Это, понимаете, все время брать. Самое интересное, что уже и этот Диого, простите, это вот туда теперь, на левый фланг сместился Жунини. Он там окопался. Смотрите, какая любопытная. Брэлтон Джоннио. Еще нравится. Энрики. Немного Алекса, Нью Диого. Здесь. О, а теперь здесь Сауза. Конечно. Замечательно. Рукой или головой. Вот за это бы выиграть карты. Вот за это бы выиграть. Изобразие. Еще одна игра рукой. Сложно сказать. Может быть, я и не прав. Арбитр не увидел игру рукой. Суть по всему, он прав. Это совсем уже близко к голову тогда. Совсем близко к голову. Уже попросту ганцы не успевают за бразицами. Мы видим, что с левого фланга тут уже совсем затерроризировали. И числены в том числе то Сауза, то Жулиана, то, естественно, Диого. А там уже и без Диого, по-моему, достаточно игроков, которые там раздевают просто правый фланг обороны сборной Диого. Чуть назад. Хорошая передача. Ай-яй-яй-яй-яй. Жаль. В общем, по мысли на Яндрике была очень хорошая передача. Вот согласитесь, да? Не супер какие-то высокие скорости бразицами бассеров. Но, опять же, учитывая погодного слоя, жару и преимущественного человека, это нефть скорости вполне достаточно, чтобы просто... Это практически как под ночь кость в масле проходить. Очень все близко к гибели Титаника, как названным сборной Дамы. Реном на чипу. Здесь, естественно, и глаз до глаз нужен зал. А теперь он, кстати, передает его партнера. Отправился на правый фланг. Атаки сборной Ганны. Хороший осей! Что дальше? Пытается сыграть стенку с партнером. Уже сейчас не виноват в Бразилии. Там сам головой очень низко лез к мячу. Реном-то играл правильно. Не просто длинные волосы, это еще. Кудряшки. Искусственные, естественно, любопытно. Хорошо, вот стоить, феномальные вороты могут играть. Яусея и Айди. Другое дело, что дальше. Он был очень назад и сам резко пошел в штрафную. Вадим, в бизнесе в числе. Что толку-то? Ну, да, она очень хорошо сейчас действует. Замечательнее, я бы сказал. А теперь Рен еще дальше правее. Вот это пас в недодачу. Это уже Алекс, Реннон. И очередная массированная атака. Перевод налево. Делка ускоряется. Жулиана, по-моему, смещается в центр. И передача на Энрике. Паула Энрике до удара дел не довел. Вот будет подача сейчас. И удар состоялся. Пусть не точный, но напряжение не спадает. Напряжение абсолютно не спадает. Вроде бы истребов немного, хотя мы видели, что ворота-то среагировала неплохо. В том эпизоде, когда то ли рукой, то ли все-таки по правилам, судя по всему, провел Кардек. О! Повторчик хороший. Коснулся рукой! Коснулся Кардек! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! И сегодня бразильцы в этом смысле просто... Марадон отдыхает. Он коснулся головой. Мяч летел уже мимо ворот. И он рукой помог мячу изменить направление. Однозначно, совершенно. Но это только при повторе видно. Как же... Как же в этой ситуации, а? Повезло гамцам. Тут забили бы сейчас гол бразильцев. Вот чтобы было! Это вообще скандал на весь мир. Ведь в этой ситуации, когда рукой сыграл... Бразильцы стопроцентно желтый. Он помогал явно. Переправлял. Итак, Ади. Попытает сейчас хоть каким-то образом обострить здесь игру. Толкался сегодня по всему как раз тринадцатым же обею. Он не просто опирался на соперника. Толкнул его. Вот Дуглас Коста. Еще расскажу о том, что, к сожалению, игра-то не очень идет у Бразилии в атаке. Если говорить... А то есть самый агрессивный сборный... Сборный Бразилии, да? Которая в Коста-Рике пять мячей забивала. Ну, вы знаете... Это как большующее исключение. В принципе, бразильцы, если бы не эти пять мячей... Вот если их убрать, да? Четыре-пять... В остальных пяти мачек девять мячей забили. Ну, в общем... Не так и много. Но все равно читать-то общий показатель. Он хороший. Хороший, конечно. Наши четырнадцать мячей забито в шести играх. Это очень-очень приличный показатель. Ну, я уже говорю о том, что угодно он вообще... Прочее. Шестнадцать мячей за шесть встреч. Так что, ко всему прочему, встречаются очень даже инициативные команды. Причем, это те команды, которых не было в соперниках сборной Таити. Что очень существенно. Итак, Энлики уходит. Дуглас Коста появляется на поле. Еще один такой очень мобильный, очень мобильный игрок. И с ударом, и с басом. Да, вот... Дуглас Коста за три мячей провел сто шестьдесят пять минут. Отличился однажды. Так что... Понаблюдаем за этим парнем. Почему бы и нет. Кстати, до матча на станет сборной Ганн сказал, что там абсолютно все равно, кого мы увидим в финале. Мы в чемпионате Африки шли постепенно, шаг за шагом мы выиграли и сейчас готовы к борьбе. Ну, а спасаются только действительно вдохновиться этими словами. Дуглас Коста. 14 сентября ему исполнилось 19 лет. Молодой парень. С 2008 года в Гремио. У него контракт с этим клубом 2013 года. И отпустить его, разве что за 20 миллионов фунтов. Готовая. Руководитель клуба. Уходит Ассея, ну, сложно сказать. Накушался, не накушался. И Кассена выходит вместо него. Но остается фактом, что меняют у нас нападающего, а появляется на поле 100% защитник. Поэтому тут все можно достаточно легко понять. Все дело в том, что обороны сборной Ганны, ну, если не трещит по швам, то все равно испытывают колоссальнейшее давление. И, в общем, иметь два нападающих, двух нападающих, Ассея и Адил, просто, наверное, нет никакого резона. Потому что брозильцы имеют очень большое преимущество. Так что уплывать только можно на контратаке. Здесь с одним, судя по всему, нападающим пытается обойтись с АЛСТ-РТ. Тем временем добиваются Гансы Штрафнова. И это здорово. Ну, о другом, если мы чуть позже еще поговорим, надеюсь, что он даст повод нам хоть какой-нибудь заговорить о нем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капитан команды, сын легендарного победителя Биле, Ганса, который трижды выиграл титул лучшего игрока африканского континента. Всеобразный золотой мяч получал он. Выиграл Лигу чемпионов этот футболист в том числе. В Европе играет. И замечательный игрок. Ну, и вот у него сын тоже талантлив. Ну, вот первое касание Донуса Коста. Человек, который много называют новым Роналдинио. И интересуется этим футболистом Челси, Молчайс Рейн-Айтед, Магридский Реал, Барселона. Ну, и знаете, когда человек только что исполнил еще 19, да, он сыграл уже 20 матчей за Гремио. Вот это, в общем, показатель очень серьезный. Хорошая передача. Надо делать еще одну передачу. Нет, каждый по-другому играет. Абсолютно по-другому играет. Может быть, в какой-то степени неожиданно для оборонцев и вратаря, но не попадает он в ближний угол. Но в этом смысле с ним абсолютно не согласен, по-моему, тренер команды. Абсолютно. Между прочим, в 2008 году вместо команды он вице-чемпионом стал. Вот так вот. Сыграл, правда, немного, 6 матчей. А вот в 2009 уже 6,14 встречи провел. Ну что? Очень интересный футболист. Ну, посмотрим, видите. Здесь ему, в первую очередь, приходится играть, выходя на замену. Ну, Криватист, он такой же свободный художник, как Алекс Тейшера, да? Наверное, двум будущим Роналдинам на поле находятся одновременно сложноватые. Если напротив серьезный соперник, который, правда, играет в полном составе. А так мы увидим, что все-таки 10 ганцев, и здесь нужен, судя по всему, еще один креатив. Креативный игрок. Ну и он на поле. Смотрим, что будет дальше. Гиога. Жулиан. Чуть назад. Аликс. С Коста. Да, у нас Коста. Слишком явно это было передачный Гиога. Перехватили Ганси. Что дальше? Здесь они запутались в собственных мыслях. Это нарушение правил против Кванса. Недоволен Ружерю. Недоволен. В принципе, конечно, здесь бразильцы, учитывая, что с 30 минуты играет в большинстве, должны не просто вот иметь то преимущество, которое оно, несомненно, есть. Ну, а и обстучать, условно говоря, все штанги. Немножко отпустил, я так сказал, да, вот, в последнем минуте не дают так активно входить в штрафную лево-фланговым игрокам. Там кто угодно может быть. Вот теперь Коста там, смотрите, хорошая передача! Замечательная передача на Кардека. Это его хлеб. Чуть-чуть не подрассчитал. Чуть-чуть, может быть, поздно выпрыгнул. Давайте посмотрим. А может быть, просто не хватило прыжочка. По-моему, своевременно открытится на передачу. Да, вот прыжочек ему не хватило. Рост у него достаточно. И даже больше. Вот и Коста слева фланга тут отметился с замечательной передачей. Да, там, конечно, бразильцы освоились. И Диога-то практически там не заметен. Я не имею в виду конкретно на фланге. Потому что там, еще раз скажу, то появляется Жуляно, то теперь вот Дуглас Коста. Там же и Соуза возникал вдруг. Да, фактически, такое ощущение, что Дуглас Коста отправляется на позицию там чуть ли не левого нападающего. Пора, пора бразильцам. Все-таки не доводит же дело там до 90-х минут, условно говоря. Ну, а Гансам остается пожелать все-таки вести борьбу до конца, до упора. Очень тяжело. Куанса теряет мяч. Диога его вводит. Жулиано. Аликс. Дреннен. Коста. Спустился позицию левого инсайда. Диога совсем глубоко ушел туда в оффланд. Диога. Забегание делает Коста. Безобразничает Диога. Но, может быть, просто он считал, что уже там соперник схватил Коста. А Коста обыгрывается. От этого оппонента, да, резкий, резкий полузащитник. А какой финн-то легкий, такой воздушный получился. Да, видно. Талантливые пацаны его. Сборная Бразилия талантливая. Один другого погоняет, что называется. Еще один угловой. Любопытная передача. Видите, на данную штангу. Очень сильно закруйте. Ну, практически безупречно защитили сборной Бразилии действия. Пусть и противослабные атаки сборной Ганг, тем не менее. Пресекают на корню вот эти попытки. Смотрим, что сейчас будет. Адиа. Ну, а вот что там рядом портрет. Бессмысленно пробежался. Косемы, конечно, здесь уже было не нужно. Это понятно. Данцы с мячом. На сану. Ну, такие передышки, они, конечно, на пользу сборной. Данный целостный Т, ну, в кадре вашего внимания, он такой сосредоточенный. Ну, а что, тут уж как есть. Ничего придумать не надо. Поддавил. Да, вот он сейчас поддавил соперника. И, по мнению арбитра, на руку, в том самом правило. Ну, вот, после того самого удаления, ни одного эпизода, который бы тратался в пользу бразильцев, с такого, знаете, спорного, неоднозначного, хоть бразильцев не свистнул. Да, бляйки. Ну, правда, вот тут, так сказать, так сказать, рукой сыграл. Нападающий, наверное, в Бразилии, да? Чуть непонятного. Он просто его не увидел, да? Это эпизода. Хорош был Рафаил. Молодец. Выловил с нижним правого угла. Молодец. Очень внимательно сыграл. Мяч, что касается его рук очень редко. Чудовищно редко. Чуть ли не второй удар в створ-ворот. Ну, правда, образецы тоже нечасто попадают именно в створ-ворот. Да, если бы тебе касание еще и было. Колено. Ой-ой-ой. Реном мяч не потерял. Хороший. Поставляет клуб Атлетика Проноянси. Паула Васко-Дегамо, Флениненца. Бойя Скрузейру, Васко-Дегамо, Сантос, Греймур, Моменго, Патафагу. Патафагу. Коринфянси. Спорт-Ресифи. Здорово, да? Атлетика Минейру. Ну, здесь нет абсолютно. Вот так вот нападающие выходят. То, чего, в принципе, я ждал с нетерпением, но оно и случилось. Убирают опорника, выпускают стопроцентного форварда, Майкона, который в концовке основного времени еще сравнял матч против Германии, а в дополнительное время забил победный гол. Вот его и отправляют вперед. Ну, сколько можно, действительно. Причем я помню замечательный момент, когда Майкон сначала вроде больше на фланге действовал, а потом смесился в центр и этот двойный центр в итоге для немцев оказался просто железным орехом, которым искусить так они не смогли. Сауза налево, просто. Ну, зачем бить-то? Неужели ситуация требовала этого? Все очень логично делает наставник сборной Бразилии, да? Сначала выпускает еще одного креативного полузащитника, потом выпускает уже ударного нападающего. Тут уже вроде бы как все, все силы на поле. Ну, может быть, еще можно, если смысл сейчас использовать резерв, ну, тот же очень хороший защитник, крайний Бертучий может появиться на замену, да, например, того же Дио, который немножко подсел. Ну, а может быть, он не подсел, это так смотрите, потому что там на его фланге его же партнер создает преимущество численно, поэтому нет нужды ему там бегать-то особо. Конечно, наверное, третью замену. А, нет, вы знаете, я должен, извините, конечно, какая третья замена, да? Все, то Дуглас Коста, Майкон, теперь эта замена была сделана еще в начале фактически, Велитон ушел, вышел на поле вместо Дугласа, так что все, так что Бертучий уже не появится на поле, все, приехали. Коста. Ну, иди в обувь, если такой хороший, такой интересный. Аликс, жуляемая. Бессмысленно, по большому счету здесь. Игра в центре, вот хорош, вот, вот, Майкон, вот, Майкон, вот, Майкон, да? Все просто, пошел в обувь, чего не делать никогда его партнер по атаке, а он делает, ну и хорошо. Если есть скорость, есть вот такая техника симпатичная. Другое дело, посмотрите, один, один кардек штрафной. Что с Бразильцем происходит, что они не верили в то, что вдруг пойдет в обводку Майкон, все ждали опять вот от той самой осады. Позиционные атаки, чуть-чуть надо вперед ускоряться. Я бы не против, был того, чтобы Ганна забила сейчас. Как угодно. Посмотрю, по на Бразильцев, так они, конечно, сыграют ни шатка, ни валка, в общем, надеюсь, что все равно додавит соперника. Не в эти 90 минут, еще 30 будет, но это плохо. Аликс опять вкрай, апеллирует к арбитру, нечего, надо избавляться от мяча. Ну, в общем, хорошо Ганна сейчас держит мяч, здесь Панца, Айю, в положение в аневре. Ну, единственное, нападающая Адиа, поэтому здесь даже думать не приходится, кто там залез туда в положение в аневре. Ну, что касается 12 номера, он расположился все-таки здесь, не в защите, хотя он не защитник, да, именно, но в линии пояс защиты. И вот видите, здесь Соуза, по-моему, или Майкон это? Нет, Майкон, конечно, ушел на правый фланг здесь глубоко, и тут сюда же отправился Касана. Диога Соуза, вот, Соуза уже, она с мячом будет бить. Ну, да, вот видите, бразильцы не то, чтобы нервничают, но тем самым показывают, что-то у них не складывается в комбинационной игре. Ну, в общем, надо признать, что преимущество никуда не исчезло бразильцев, абсолютно, и такие удары тоже, наверное, имеют смысл. Ну, если бы чуть поточнее еще были бразильцы ударов, то у них колоссальный кальчик, 16 против 4, у Ганна, да, кстати, в 4 раза. Но в створ ворот все бразильцы попали трижды, так что вот судите сами. Хотя несколько было опасных ситуаций, там, вот мяч и летел мимо ворот, но было очень-очень проблематично было тому же Агеи отразить эти удары, если бы пришли звук в створ. Видите, 58 на 42, вот это то преимущество по владению мячом. Адзи. В какой-то степени гадоват бразильцев, а в какой-то степени нападающий начал, по-моему, вот так вот, знаете, валиться на газон, как только Далтон чуть-чуть его коснулся. Ну, что делать? Еще расскажу. Вот во всех этих ситуациях, где Блейкер исключительно свистит в пользу теперь сборной Ганны. глупость натворил в первом тайме, вот теперь пытается хоть каким-то минимальным образом не восстановить паритет. Паритет можно сказать, только удалив бразильцев, ну, одного из них. А в данной ситуации пока у бразильцев, ну, на карточке у нас висел Дуглас, он покинул поле Тейшер, ну, он в отборе-то особо не принимает участие, так что, в общем, некому тут сейчас попаиваться особо-то решение судейского неправедного. Это должна быть такая уж ситуация невероятная, хотя она была в первом тайме. О, хороший эпизод. Майкон не успевает, но вот отметим вот этот удар соуза, да, был непростой, конечно, по исполнению. Посмотрите. Косты на левом фланге, конечно, здесь чувствует себя просто по-хозяйски. Майкон хорошо, ночь укрывает, корпус, что дальше? Пойдет, тут никто просто нет, у него другого варианта нет. Молодцы, Ганси, молодцы. И подольше, тут, да. Еще одна минуточка сыграна. 83-я минута финального матча чемпионата мира среди молодежной сборной. Ганна Бразилия. Бразилия четырежды побеждал на этих турнирах. Ганна ни разу, а в финале уже играла дважды, проиграла аргентинцам и бразильцам. Хорошая передача. Алекс, 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 когда ж ты сделаешь толковую передачу? Алекс, ты Алекс. Здесь все надежно, все спокойно. Рафаэл Толой. А вот Диога мог бы и от мяча по избавиться. Безобразничать. Трех обыграл. Совершенно бессмысленно это. Только напряг все. Ну, что ж такое, да? Задумался, Верн, там, задумался. Ну, Диога столько, да? Усилий предложил, чтобы в итоге сыграть не очень точно. Ну, может, отчасти виноват его партнер, но только отчасти. Соуза назад. Диога. Жулиан и Диога. Вэллинтон вместе с Майконом. Подача. Вот еще раз скажу о том, что пока вот в этом чемпионате свой рост не полностью использует кардах, вот в такую жесткую борьбу он практически никогда не идет. Вот обозначил ее, да? А пошел бы. Ну, вообще, конечно, есть риск травмы получить, но... Диога. Классно обыгрывает. А тут соуза рядышком, а так нельзя играть, мне кажется. Это было свистеть. Вот, если задержка мяча на газоне, лежа. Он же не сыграл фактически, он держал мяч. Но ты боксер, это ерунда. Еще одна такая. Бразильцев теперь у них и правый фланг насыщен до неприличием. Встается чистый форвард здесь. Там у нас слева Дуглас Коста. Здесь Майкон. Вот Диога. Коста забегание делает. Передача следует не на него. Очень хорошо, очень хорошо. А кто пробьет-то? Карда делает передачу, но очень сильно на Майкона. Справиться с ней было очень непросто. Да, Велентон. Что это у Дуар был, прострел. Да, концы, 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 концы. Держит удар, держит удар, конечно. Контр-шансов у них практически не было. Разве там один был дальний удар. Во втором тайме. Пол. Ну, знаете, Рафаэл Тулой, его партнера, здесь мгновенно пресекают любые потоки сборной Ганны. Они это штрафные, пытаются их просто не допустить. Вот здесь их заваливают. Поэтому количество нарушений не настолько у луганцев превалирует. Над бразильским ошибками. Хороший отбор. Аликсоузо. Это Аликсоузо уже с мячом. Майкон ускоряется. Передача на Саузо. Правильном все это дело. Был полуплажение в рюкзи. Но перекинуть мяч из Минсо он не смог. Наступил на меня сейчас Ганнице. Это, по-моему, кваннсо был. Диога. Перевод направо. Майкон. Пойти сейчас. Хотя, видите, там уже подстраховка есть. Ганнцы молодцы. Бьются изо всех сил. Им не просто тяжело и катастрофически. Я бы сказал, тоскливо даже в какой-то степени они бьются. Просто. Жулианна. Может отсюда и пробить. Велингтон. Кстати, я собою правую пробку фактически Майкон для него. Вот он сейчас сделать попытку здесь опять же двойного центра. Изобразить на народ тут не так много. Это немцы. Я поражаюсь. В 88 минуте, как они пропустили Майкон. Он фактически в штрафную. Один вошел. Получил передачу. Невероятно. Христалли. Блин, не очень удачно перехватывал мяч. Тем не менее, оставил его у себя. Молодец. А вот ошибка-то совсем-совсем не к лицу этому парню, который тоже очень хвалит будущую звезду. Ну и что дальше-то? Тут быстрее запутался Диога. Можно было бы и карточку, но у меня есть про Дуганцев. Потом, может быть, и отложный штраф придет. Вот Косты, видите, как в отборе играет. Не очень точно. Он сказал даже по-хамски. Ну, ничего страшного. Мяч у Ганцев. 88-я минута заканчивается. Ничего у нас не меняется. Бразильцы имеют преимущество, но последние минуты моментов ярких не создают. Так что счет вполне, можно сказать, и по игре. Ганцам тяжело, но это объяснимо. А бразильцы должны. Обязаны. Обязаны забывают. Не забивают, значит, не в состоянии. Значит, Ганцы молодцы. Умеют обороняться. Чего они тут, в общем-то, во многих матчах и не демонстрировали. Майкон. Ну, что ж ты делаешь-то? Жулиану налево. Цауза. Жулиану. Диона. Майкон уже теперь слева. Все делать, бразить, чтобы запутать. Вот сейчас хорошо в игру выпрыгнул сейчас. Ну, все-таки под 190 рост, да, у Карда-то. Еще сейчас. По волейбольному я сказал, выпрыгнул. Да-да-да. Итак, завершается основное время финального матча чемпионата мира среди молодежных сборных. Возле игроков до 20 лет. Кстати, в составе сборной Ганны достаточно много ребят 19-летних, впрочем, как и в сборной Бразилии. В стартовом составе игроков 90-го года было даже больше, чем 89-го. Да, 6 человек против 5. Так точно. Потом еще и Костоп убился. 90-го года. Ну, правда, Вэмингтон 89-го года рождения. Майкл 90-го. Вот так вот, такая вот талантливая молодежь у бразильцев. Ну, и Ганцов тоже. Если посмотреть на весь список игроков, тут как раз больше именно 19-летних ребят, и даже есть 18-летняя, а вот Брайт Эдди, который здесь играл на 4 минуты, он вообще родился 19-го декабря 90-го года. Посчитайте, ему еще даже для 17-летнего. Вот так вот. Ну, чтобы бразильцы готовы и согласны на дополнительное время, ну, есть такое подозрение, хотя Ганцам... Ну, это глупая фраза, конечно, ставим ее за кадром. Нельзя расслабляться, да. Они не расслабляются, конечно же. Тем не менее, психологически и физически колоссальная же нагрузка, да, столько биться. Это уже фактически получается, они более 50 минут играют в меньшинстве. Представляете? Вообще, фактически 55. Потому что еще 2 минуты компенсированного времени было в первом тайме, 37-я минута. Удаление было, вот, предварь, там 10 минут, здесь 45. Вот так вот, это 55 минут. Вообще, фактически ром. И сказать, что не по делу, 0-0, я не согласен. Бразилия не имеет того преимущества, ни территориального, ни владения мечом, сейчас я имею в виду. А вот именно преимущество по количеству опасных ударов в створ ворот, ну, или в сторону ворот, когда... Кажется, ну, вот, все абсолютно сейчас должно закончиться, да, пока удав переваривает эту пищу, но не идет она. Да, ну, пока, 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 не по зубам огромного бразильского питона. Но еще не ветер. И не ночь, тем более. Подача. Вот так вот. Хорошая передача. Удар-то состоится. И свистнет Де Блекери. Нет, не свистнет. Нет, Де Блекери не свистнул. Он свистнул чуть позже, определив, что здесь момент отыгран, и поэтому можно все-таки позаботиться о футболистах. Смотрим. Вообще, это был бы верх. Крутости арбитры назначили по штрафной сейчас вот на этой предпоследней минуте. Но надо признать, что это было бы просто чудовищно по отношению к бразильцу. Видите, кто тут виноват-то? Выразились тут пострадавшие, Рафаэль Толой. Причем жутко пострадавшие. Выступил просто на ногу Айю. И сам тоже пострадал. Так что, слава Богу, что арбитр в этой ситуации окончательно не испортил сейчас игру. Не свидетельствовал в пользу Ахангану. Я бы... В какой-то степени мужик был бы неудивлен, но это было бы совсем неприлично. Не дай Бог, кто-то из этих ребят... Я в Аханганцах вообще не говорю, их так 10 человек. Вот в этой ситуации может Рафаэль Толой остаться вне игры. Но посмотрим. С одной стороны смотрелось это все очень угрожающе, а с другой здесь очень сложно сказать. Это только вот через минут-полторы мы поймем. Конечно, может быть, врачи уже все осознали сложность этой травмы. Да, заменить-то уже мразильцев нет никакой возможности. Вот это да. Вот это продолжение. Если Толой сейчас окажется вне игры... Так-так-так-так-так-так... Слезы на глазах. Шок, конечно, конкретно совершенно. Ну, теперь понятно, что ничего не понятно. Ганс с мечом. Арбитр еще должен добавить чуть-чуть час времени компенсированного. Пауза-то как минимум на пару минут была у нас. Но сейчас нужно команду отправить на маленький отдых, я думаю. и дать еще 30 минут ребятам побиться. Ну, что ж, это финал. Пусть он не самый яркий, не самый выдающийся, но, как вы понимаете, люди молодые тоже хотят выиграть свой чемпионат. Звучит свисток. Он извещает лишь о том, что закончилось основное время. Так-так-так. Ну, давай у нас Рафаил Толой. Сможешь ты продолжать игру? Ситуация очень непростая. Сейчас он попробует, естественно, сначала походить. Потом, может, попытается пробежаться чуть-чуть. Потом и должно быть и внутреннее классное содержание. Будет это? Хочется верить. Первый чемпионат мира на африканском континенте. Вот он он. Толой, Рафаил Толой. Вроде бы, вроде бы. Вроде бы. Но, правда, гримасы у него не проходят, да, на лице. Значит, не так все здорово. Пытается разбегаться, почувствовать. Капитан сборной ГАНа, АЮ, настраивает своих ребят. Итак, начался 30-минутный вот этот отрезок. Ну, мы будем смотреть, будем наблюдать. Ну, в общем, здесь, опять же, если Толой жив, танцам все равно придется в первую очередь отбиваться. Но сейчас у меча защитник подает инком. Вот видите, что? Проблема осталась. Никуда она не убежала от Рафаила Толой. Пытается он помочь. Ну, как бы вот эта помощь не оказалась. Потому что он прихрамывает. Представляете, на него же рассчитывает партнера. Алекс. Значит, не допускать. Просто Ганцев надо к своей штрафной. Просто. И, наверное, понятно, что Рафаэллу последним защитником в этой ситуации, когда он оказывается, наверное, не следует играть. Но мы видим, что особо-то бородится не использовать никакого последнего защитника в линии. Они там фактически играют. Диога. Перевод направо. Веллингтон Джуниор. Пытается от Костена убежать. Не получается. Соуза. Диога. Алекс. А что дальше? Джулиана направо. Это, по-моему, Коста. сместился. Вот какой рывочек-то он сделал. Да, это был как раз под его глаз Коста. Вот видите? Вот такая история. Вот оказался бы сейчас на газоне Рафаэл Толой. Видите, как он с трудом-то. Да, он борется. Он борется с своей травмой. Вот в чем дело. Он все время хромает. Диа входит в штрафную. Входит, входит. Сам падает абсолютно. Без помощи соперников. А народ переживает за африканцев. Это еще иначе видно, потому что, ну, я первым, Ганна представляет африканский континент трасса. Во-вторых, она в десятером играем. Ай, молодец. Илья Антона можно желтую смело показывать. Тем временем Ганнцы в атаке. Устали они отсиживаться в обороне. Далтон отбивает. Коста направо, не раскрываться. Только не раскрываться. Смотри, 4 в 3. 4 в 3. Вот она. Ай-яй-яй-яй-яй. Коста, какой ошибку допускает. 4 бразильца против трех оборонцев. Ай, можно было классно замутить здесь что-нибудь. Та, толковая. Ганнцы как-то против природы трудно пойти. Тянет их вперед. Но в десятером они, ребята, осторожнее. Образиться, как бы, знаете, такое ощущение, что специально. Ну, давайте к нам, к нам в гости. Нельзя поддаваться. Здесь, здесь нарушают правила Майкон. Вот он как раз смещает сейчас центр нападения. Скорость у него повыше. Заметно, мне кажется, чему Кардека. Ну, вот. На этой надежда. Завалил он сейчас Радиману Баду. Азия, удовлетворен. Чем, правда, не знаю. Ну, что, Кост сейчас придумает что-то, но это безобразие. Действительно, крайне недочная передача. Но это был Алекс Фрагда. Нет, но это ничего не меняет. Она была, вроде бы, как очень эффектно выполнена. Да. Человек, вроде бы, не готовился сделать передачу. Ужас так быстренько, но настолько неточный. Кванца. Скорость набрал уже, вроде бы, инком. Вот это его замечательная передача. Мы все их помним. Очень опасно, очень опасно. Классно поставлено, а, вот это дело. У правого защитника. Мяч резко начинает падать. И надо пробить. Получается прострел, и это неплохо. И назад Гансам. Назад устали они, конечно. Их мало. Вот в чем проблема. Тейшера, Тейшера, Тейшера. Обыгрывает передача. Удар и гол, наверное. Вратарь молодец. Майкон не забивает. Гансы открывают шлюзы. Здесь надо им быть категорически внимательнее. Лучше тогда уж не атаковать. Они гораздо быстрее пропустят, чем забьют. Мы видим, как бразильцы в этой ситуации мгновенно решают все вопросы. Переход из линии обороны в атаку сразу получается. Несмотря на то, что немножко здесь заигрывается Алекс, тем не менее. Гансы даже и на второй темп атаки бразильцев не всегда успевают. А уж на первой здесь совсем проблемно. Конечно, нам веселее. Намного веселее смотреть стало футбол. Как бы классно было, если бы ганцы были сейчас в полном составе. Но да, было одно. Удар. Спокойно. Гей. Данила Гей. Ну, ну, показывает Майкона. Шанс у него, конечно, был блестящий. Ну, что делать? Времени еще. Море просто. Просто море. Что? Бразильцев. Это не последний, наверное, все-таки шанс. Ну, если ганцы, опять же, не закроются. Как ежи, красавица, все. И только колючки сверху. Вот он, Джуниор, ошибается. Кассена сейчас немножко потянет время. Ну, кстати, у того же... Ну, вообще, действительно, нарушение-то было такое игровое, но желтый показал бы арбитр, никто бы не удивился, да? Арбитр обошелся. Он сам тоже устал. И это я сейчас не по поводу желтых карточек. Конечно, тяжело в такой погоде. Я напомню, жарко. В начале матча было 30 градусов. В начале чемпионата и то было помягче. Погода 26-27. Там где-то в Европе тех же Дубровников плюс 2, не говоря, как он кожихами тоже был. В Калининграде Европа проскочил, да? Такой. Очень неприятный. Холодный. Давайте посмотрим за этим эпизодом. Молодец. Рафаэл. Но удар-то будет. Удар есть. Пусть и мимо, но так тоже неплохо. Европа накрыл холод. Но, правда, не всю. До Москвы не добра, слава Богу. И так, 99-й минута завершается. Этой встрече пока 0-0. Ганцы просто молодцы. Просто молодцы. Напоминаю, давно играют в большинстве. Хорошая передача. Блестящая передача. И Агея шикарно сыграет. Просто шикарно сыграет. Вовремя. Все сделал вовремя. Отлично, отлично. К чужим воротам. Молодец. Получите, Рафаэл. Ответ бразильца. Тоже чемпионский. Майкон. Ждет или не ждет? Хорош. И Коста. Вот это была атака. Пусть она простая была, пусть Коста потеряли, но все сделано вразильцами было очень неплохо. Коста сразу в касание пробил в дальний угол, чуть не попал. Момент, наконец-то, видим. Но это последняя замена у сборной. Ганны. Подходит с поля Рабио. Появляется девятнадцатый номер. АД. Прайд АД. Ну, здесь, в принципе, АД сыграл немного, но тут ему пришлось какой-то момент заменять игрока стартового состава. Идет 4 минуты за два матча. Посмотрим, поможет ли он. Высокий. Очень высокий. И получается самый молодой. Это тот самый защитник, которому только 19 декабря используется 17 лет. Вот так вот. Честнадцатилетний парень выпускает на поле Сайл Эстета. Это круто. Это круто. Не прекращает. Прихраму Атерфайл Тулой. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Не с руки образецом 10 на 10 играть. Не с руки. И спокойно Долтон убивает мяч. Доглас Коста. Заигрывается. Явно заигрывается. Вот желтая. Ну, наверное, все-таки она покажет чуть позже. Надо показать за это. Это безобразие. Данца с мячом. Ну, неплохо. Кланца. Ого! Куда Майкон пришел в борьбе за мяч? Оказался у собственных ворот. Да, устали просто ребята. Сил немного. Близится к завершению первых 15 минут дополнительного времени. И пока по-прежнему 0-0. Ну, что, Майкон поборолся. Молодец. Все сделал так, как положено. Ну, сейчас попросит тогда арбитр носилки носильщиков. У волонтеров. Да-да-да, просит. Покинут. Ну, можешь сам. Ну, значит, сейчас очень скоро вернется на поле. Вообще нельзя тут задерживаться за пределами поля. Потому что его команда и так в меньшинстве. Возвращайся, парень. Возвращайся домой. Мы тебя ждем. Иначе вот после этого такой пойдет ответ. Мало не покажется. Спину отолкал сейчас галкипера. Малюсенький, нападающий. Тем не менее, арбитр считает, что никакого толчка там неба. Смотрите. Ну вот, взял же, подтолкнул. Очевидно. Адея толкнул. Причем просто фактически на линии ворот находился Рафаэл. Но настолько маленький Адея, да, 107 сантиметров против 191-го. С орбиты посчитал, что не гоже свистеть в пользу бразильцев. Не гоже. Особенно потому, что их 10 всего-то человек. Вообще 9 находилось в тот момент на поле. 9 человек. Там помощь получал какую-то... Так, 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 так. Туанца получал. О, может, сейчас он уже на поле. Я надеюсь, по крайней мере. Неужели в девятером оставляет своих ребят? Да, вот он, он, Кванцов. Он по-прежнему пока еще не в игре. Адея. К кому там играть? Убирайте по мяч подальше, испуганный. Ну, там, по-моему, Далтон просто. От испугу чуть... Самое страшное не сделал. Адея призывает болельщиков подняться на ноги и поддержать команду. Молодцы. Молодцы, африканцы. Давай-давай. Ганна, давай. Вот уже по корнерам Ганна впереди. Вроде бы это все опасно, но вот по такой игре небольшое замедлижательство. И смотри, влетит мяч вот так вот в ворота прямиком. Рафаэл играет сейчас очень здорово. Ну, Адея подставлялся, поэтому это проблема Адея, конечно. Опять он полез на голкипера, еще и здесь минуту добавляет. Главный арбитр встреч Бельгейс до Бляйкера. Рафаэл очень, очень надежен был сейчас, посмотрите. Конечно же, несомненно, Адея играл грубо. В моем понимании, это даже каких-то вопросов нет. И так сбежается первые 15 минут дополнительное время 0-0. И последние 3-4 минуты Ганца и Миль определенные даже преимущества, я так скажу. Думаю, если бы было Ганцев 11, человек на поле, они бы давно полезли бы в наступление. Не думаю о том, что там творится у них сзади в обороне. Так вроде бы как формально даже, внутренне, обязательно эта мысль идет. Идет, надо здесь, здесь, здесь не забывать об обороне, потому что здесь не хватает людей. Образиться, ну, рассеянные, рассеянные, просто лежат пока что делать. Смотрим вот здесь. Молодец, Агея, играет тоже здорово на выходе. И так звучит вид стопок. По-прежнему у нас 0-0, и уже Ружерия не может внести какие-то коррективы с точки зрения кадра. Здесь надо что-то придумать. Из области психологии, не знаю уж чего, сложно сказать, игра у Мурозитцев разладилась последние минуты. А Ганцев даже в Эдиссером не испытывает никакого дискомфорта. По крайней мере, так выглядит. Никакого. Итак, 0-0, быстро команда меняется половинами. Замечательно, замечательно. Тока давно мы о нем не говорили. Ну, как-то всяком потускло, поблекло, потускло, что ли, игра сборной Бразилии. Но посмотрим, что сейчас будет. Как-то так совсем грустно. Тем не менее, в Бразилии всегда есть козырь. Он называется индивидуальное мастерство. Действительно так и есть. Все, что угодно может произойти. Дальный удар и так далее, и так далее. И так далее. ну что у нас еще одна замена случится все таки но что все таки кванса уходит да то что касается его игре она по моему очень было полезным вот что-то он там долгое время и прихрамывал и вот использует последний свой шанс сел остаты в плане замены выходит просто диман если у нас от диман в аду а это просто диман а диман опеку фланса уходит а пока диман выходит на поле диога да видите даже вот здесь вроде бы достаточно простой ситуации не может он взял точную передачу и вы нас не получается видите силы на пределе уже нарушение правила диога не согласен на диман подул вот эти мы очень давно уже желтых карточек не видели что очень давно безобразно мурозильцев игра в пас разладилась причем уж казалось бы здесь ну что мне так хоть то прям на дальнюю штангу закрутить чтобы там у всех головы закружились ни у кого она не загружилась эта голова да нога нога на причем увидите за гонцам болеют естественно египтяне чего там странного нет ну что африканский континент данном случае египет хорошо провел за турнир и посещаем исполня прилично было особенно учитывая что в 1 8 же вылетел из турнира сборной египта вы я думаю что очень даже все сносно и в плане посещаемости праздник с мячом разладился у них игра в начале это подлинное время когда танцы еще пар таких попытались а так провести полновесных и вновь получив в ответ контратаки жесткие правитель опять своих скорлупки закрылись ганцы и у бразильцев совсем ничего не получается позиционным нападением им бы пространство кто-то им даст сейчас хотя с другой стороны мы видим на флангах как в общем-то достаточно спокойно получали мячи и нападающие фланговые игроки но ничего в итоге не вышло хорошего ничего носится тут ружерию наставник бразильцев но пока у нас ничего это не дает ничего абсолютно безобразие какой-то майк он уже обетелил несмотря на то что сыграл вот тут немного времени фантастическое чувство пройти в финал особенно учитывая тот факт что мы еще ни разу не выигрывали этот чемпионат это говорит целост это наставник ганны 2 мы фавориты этого турнира но мы с другой стороны те люди которые бросают вызов бразильцев тоже очень-очень важно мы не нервничаем хотя как вы понимаете когда в стром они остались все по-другому не все получилось сейчас его вратаря тем не менее обошлось вот кардак чуть-чуть пожестче пошел туда на мяч и уже тяжелее гораздо гораздо геев немножко ему жесткости не хватает в борьбе наверху давайте посмотрим как агиман кто-то бежит не убежит от соуза нет не убегает блокировка по мнению арбитра жута ну так немножко спорная ситуация другой стороны все-таки наверно соуз опоздал свисток против бразилии и все время прихрама трофеал толу и ужас какой то что что происходит может ему лучше все-таки за минуту до конца уйти с поля потому что придется пин пин в определенном случае убить пенальти но удары веллингтона джуниора . удар но не сильно давайте признаем все-таки тот факт и вратарь очень был внимательным берег он за ближний угол до большого праздника дата вступает в борьбу однозначно удобно разбираться с атеи хорошая пара движение классно просто штрафной был назначен но в пользу ганцов и сейчас очень-очень нужно играть внимательно бразильцы вроде у них и в росте преимущества в чем угодно тем не менее тем не менее там айку он использовал свой рост и прыгучесть так а здесь что у нас вот это поразится попроще играет дай бог да пропустить сейчас это уже за грани добра и зла обе команды сейчас играет слишком просто потому что бояться ошибиться где по зла обе команды все очень медленно все очень медленно юлиану от штрафного передача была не лучшей потому что очень она была короткой а жульян уже или входить должен уходить вправо может быть и нужно походить чуть побыстрее запрещено партнера и так что 15 минута образец и подают угловой майк он тут бил то мяч остался у борозитов но правда на какую-то долю секунды вот где самый нервный сейчас у нас ситуация вызвать и розыжи угловых действительно на фоне усталости все что угодно здесь может произойти есть такое ощущение что винтон джуниор прав арбитры так не считают ну что дополнительное время подходит концу по такой игре это ничейные совершенно встречи сто процентов но опять же вот мы видели как какие-то непонятки вдруг возникают это него вратарской после стандартных положений то у бразильцевки что-то не получается что-то не получается и соответственно гансов так что ждем развязки джулианов все уже это у нас дуглас коста не забыл алекса вот просто пробил коста то вот уж никто сейчас мог не ожидать да пока не агей напрягся здорово где-то под нападающими шустрят здесь поста и ты шера какой-то степени они вот одинаково исполнили хорошая передача успеет вратарь 5 полотцом молодцом но признаем все таки мама икон внес определенную струю свежую кого-то по сборной бразилии потому что уж карты совсем не заметил там где-то болтается вроде должен оказывать давление вот на четвертого номер на минусе не получается много передач жидану майкон перешел на право кто слева-то справа мяч остается гансом если бы здорово поборолся то есть надо опять не проиграл не в основное время как минимум не проиграл забрались с резированным арбитром все нормально соуза не хотят делать передачу в итоге видите как я тут случилась история прорывается атака сайте где в центре оказался защитник крайне защитным ком и вот дырка сразу до образовалась на его правом фланге обороны вот так нельзя смотрим что будет дальше не было там ничего опять же ты еще или тут заигрался как всегда но инкома надо быть внимательным очень внимательно скакнул туда вот здесь можно да она в атаке но кто это передача удар не поймешь что сил уже не остается для того чтобы сделать кто-то существенно тем не менее гана очень хочет очень мечтает добиться успеха сложно сложно просто трава икон возвращает мощь налево диога поста это удар отчаяния эти бразильцев комменционная игра уже давно не получается и пустиму мы видим вот эти дальние удары но сейчас по-моему магия был готов 100 процентов этого ганцы с мячом думаю что свист в адрес конечно не ганских футболистов я вас уверяю бразильцы разочаровали что и говорит разочаровали ну что вот этот штрафной успеют сейчас подачи штрафную игроки сборной гады ганцы не спешат действительно им то еще дадут возможность может быть сейчас по крайней мере подачи штрафную реализовать штрафной в этой ситуации конечно сложно нет арбитр даже этого не делает ну в общем справедливо гансы чуть-чуть время тут пытались сами тянуть и так 11 метровые удары 11 метровые удары сборная бразилии против сборной ганы 30 минуты гана играет в меньшинстве и толку никакого так что уж сравнение с удавом с моей страны было крайне неудачным вот так казалось какой-то момент когда бразильцы постепенно постепенно прижимали соперника к воротам вроде бы и момента какие-то создавали но это не чемпионская игра особенно против десятерых африканцев ну вроде бы есть у нас небольшая рекламная пауза оставайтесь с нами впереди 11-метровый удар это чемпионат мира среди молодежных команд ну даже не знаю о чем тут уже и уговорить со своими питомцами подопечными потому что пенальти разве какие-то добрые симпатичные слова поддержки не более того вы знаете вот фестер поработавший евгане здорово конечно характеризует молодежь ганскую знаете очень понравилось что он говорит о том что в нигири евгане футбол развивается на улицах на пике на брусчатке в том числе и так далее так далее ребята начиная с малых лет формируют себя как футболисты причем нет никакого специфического тренировочного процесса на они просто всегда с мячом находится и вот эта техника уникальная африканская она появляется еще вот именно в малом возрасте они очень быстрый они и виртуозы мяча небольшие выдумщики не владеют прекрасно своим телом имеется ввиду когда они умудряются только кульбит и после забитых мячей изображать а просто в невероятных ситуациях спать когда казалось бы никакая часть тела уже добраться до мяча как следует не может только один путь стать богатым убежать от бедности продолжает фестер это как раз стать профессиональным футболистом почему так много кстати вот и ганцев уже находится сейчас даже в молодежном южном возрасте не дома в молодежных командах в различных европейских академиях футбольных я даже тренировал гану сказал ребятам чтобы они были готовы в три часа утра выйти на тренировку так вот в 2 30 все уже были готовы представляете так вот и фистер говорит фантастика и дети мечтают стать игроками национальной сборной это опять же сборной ганью футболисты здесь герои национальные герои с одной стороны вроде в европе футбол популярен но по мнению от фистера это абсолютно не сравнимо с тем что происходит в той же гане или недели вот так ну чтож давайте смотреть или после матча в пенальти ну вот пожалуйста вот о чем говорил рафаэл толой столько сил предложил для того чтобы вот все-таки был один из бразильцев абсолютно верно что его не выпускает на серию после матча в пенальти тяжело травмированную просто мучился на поле ну я думаю что это указание тренера все-таки ну или пожелание чтобы он остался на поле чтобы брать все-таки было преимущество численное во время дополнительного времени да за тавтологию но это не помогло бразилии а теперь 10 на 10 получается я имею по крайней мере пьющих 10 человек со стороны гана включая гей вратаря и бразильского галки пера рафаэлла и так какие отправляется в рамку тут у нас и все после матча в пенальти матча в этой теме место арбитр там очень повнимательным не знаю как сейчас и будет а там было все очень внимательно я имею ввиду что когда вываска и представлено мать мать мая куда-то иing whoicoeira ажи динам ажи динамы съемкин ажи b Субтитры сделал DimaTorzok 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 Bateu bem, amigo DimaTorzok Bateu é gol! Bateu! 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 По Dziękuję! Три пеналтисы, три пеналтисы, три пеналтисы в секвене и три пеналтисы в секвене. Это пеналтискология, который в Каза Грандисе referяется. Агенанг Баду. Рафаэлл, а esperанца brasileра. Партил Агенанг Баду, батью! Это гол и закончил! Это гол и закончил! Гана! Гана conquista o título mundial pela primeira vez na história. На segunda decisão contra o Brasil. Пressionou, atacou, criou, teve as chances, o gol não saiu. Como crucificar meninos aí de 19, 20 anos? Mas a verdade é que teve três пеналтис para ser campeão. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok